Здравствуйте! Меня зовут Элина. Я уже показывала, как подготовить яблоко к запеканию в микроволновке. Видео было очень подробным и сегодня я повторяться не буду. Кому интересно, ссылку оставлю в описании. Сейчас я покажу два варианта начинки для фарширования яблок. Яблоко я уже подготовила, вырезала семенную коробочку. Это сорт гала, он сладкий. Понадобятся любые ягоды, хоть свежие, хоть замороженные. Я взяла замороженную черную смородину. Не размораживая, помещаю ее в углубление яблока. Вдавливаю ее в мякоть, поплотнее набиваю. Добавляю немного меда или сахара. И опять ягоды. Углубление наполняю поплотнее до самого верха. Яблоко помещаю в посуду, подходящую для микроволновки. Накрываю крышкой. Крышка просто лежит сверху, неплотно. Яблоко ставлю в СВЧ. Мощность выставлена высокая, это 700 Вт. Времени задаю 5 минут. Запускаю процесс. По окончании оставляю яблоко еще на 2 минуты в выключенной микроволновке. Яблоко приготовилось. Выделилось довольно много сока. Сок яблока смешался с ягодным соком и медом. И получилось очень вкусно. Перекладываю яблоко на тарелку. Сверху поливаю соком, чтобы он затек вовнутрь. Разрезаю. Яблоко полностью пропеклось. Степень его мягкости на ваше усмотрение. Регулируйте время запекания. Второй вариант начинки – творожное. Творог я взяла 9%. Он средней влажности и средней зернистости. Часть его помещаю в углубление. Поплотнее утрамбовываю. Кладу несколько изюминок. Вдавливаю изюм в творог. Опять творог. Примять. И опять изюм. И таким образом набиваю все яблочко. Сахара я не добавляла, так как изюм сладкий. Дальше все так же. Яблоко в подходящую форму. Под крышку. И в СВЧ при тех же параметрах 700 Вт и 5 минут. Процесс пошел. И 2 минуты в выключенной микроволновке. В этом случае, как видите, часть начинки вышла за пределы яблока. Но в этом ничего страшного нет. Возвращаю его назад. Перекладываю на тарелку. И поливаю выделившимся соусом. Степень мягкости этого яблока меня устраивает. А вы подстраиваетесь под свой вкус. Если не планируете яблоко фаршировать, то так тщательно вырезать серединку не обязательно. Достаточно вырезать вот этот небольшой участок возле плодоножки. Поместить в форму, под крышку и в СВЧ при тех же самых параметрах. При этом способе запекания семечки остаются. Кто-то считает, что их нужно съедать, так как они полезны из-за содержащегося в них йода. Кто-то удаляет. В общем, поступайте, как считаете нужным. Выделившийся яблочный сок, конечно же, тоже идет в дело. Если у вас есть другие варианты начинок для запекания яблок, напишите об этом в комментариях, пожалуйста. Мне всегда интересно узнать что-то новое. Спасибо за просмотр и пока!